МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отчет, исполняющий обязанности главы города за 2018 год. Сохранить здоровье чиновники поздравили рязанских врачей с наступающим праздником. Организация работы с владельцами налогооблагаемого имущества, не исполнившими обязанность по уплате налогов. В Федеральной налоговой службе прошла пресс-конференция. День России отметили в Рязани. Тысячный хор, выступления десантников, а специальными гостями мероприятия стали Дед Мороз и Снегурочка. Новогодние персонажи представили программу праздников в рамках проекта «Рязань. Новогодняя столица-2020». Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Наши отечества, Наши свободные День России начался с выступления Тысячного хора. Здесь и коллективы музыкальных школ города, и камерный хор Рязанской филармонии, и другие академические и творческие коллективы. Они исполнили гимн Российской Федерации, и такие песни, как «Рязань краса», «Моя страна» и другие. Репертуар выбирался в соответствии с праздником, рассказала художественная руководительница Евгения Попова. Мы все горды, что мы участвуем, принимаем в это участие. Что здесь публика, что губернатор посетил наше мероприятие, вот это красивое, такое большое, и оно дальше еще продолжается. С Днем России рязанцев поздравил губернатор региона Николай Любимов. Сегодня мы все вспоминаем нашу историю, говорим о настоящем, думаем о будущем. Ну и, конечно, мы должны сделать все, чтобы наша Рязань, наша Рязанская область вместе со всей страной была комфортной и удобной для жизни. Об этом говорит и ставит такие задачи наш президент Владимир Владимирович Путин. Ну и, конечно, мы должны эти задачи выполнить. Николай Любимов пожелал рязанцам добра, здоровья, мира, семейного и личного благополучия. В праздничном мероприятии приняли участие и десантники. В 2018 году на территории училища был открыт православный храм имени Святого Георгия Победоносца. И правительство региона приняло решение каждый год дарить храму новую икону. Николай Любимов подарил икону Святого Георгия 17 века. От имени всех ветеранов воздушно-десантных войск, командующего воздушно-десантными войсками, мы поздравляем вас с Днем России. Уже стала традицией. И мы после парада участникам вручаем знаки губернатора Рязанской области. Знаки памяти, знаки всех тех, кто достойно служит нашей Родине России. Рязанских десантников наградили знаками губернатора. Медали вручили Николай Любимов, глава городской думы Юлия Рокотянская и исполняющий обязанности главы администрации города Рязани Елена Сорокина. Важным событием для города стало и то, что Рязань выбрали новогодние столицы России 2020. И специальными гостями мероприятия стали Дед Мороз и Снегурочка. Они рассказали о предстоящих новогодних мероприятиях, таких как парад Дедов Морозов, Всероссийский фестиваль огня и света, Рязанские новогодние олимпийские игры и многие другие. Всего жителей и гостей города ожидает 20 мероприятий. К Новому году преобразятся городские пространства нашей Рязани. Мы построим зеленый театр в ЦПКО, благоустроим Лысую гору, излюбленное место отдыха рязанцев в Солочи. Мы построим на бульваре Скобелева детскую игровую зону рыцарский турнир. Мы реализуем проект «Снежный космос» в парке Гагарина. Мы приготовили разнообразную интересную программу. Презентовали главных персонажей, которые будут знакомить гостей с новогодней столицей. Это рязанский косопус, Забава Путятишна, Добрыня Никитич и рязанская баба. Показали и фирменную одежду новогодней столицы. Всего олика новогодней Рязани – это снежинка. Она, как вы видите, окрашена в разные цвета времени года и представлена в нашей экипировке. Такой яркий символ, самый новогодний, самый снежный. После официальной части начался спортивный праздник. Сразу несколько площадок было открыто на площади. Рязанцы от мероприятия в восторге. Замечательный праздник, замечательное настроение. Праздник замечательный. Я хочу даже сказать, День России – самый великий праздник. Очень, очень. Видите, плачут встали. Очень хороший, веселый праздник. Праздник продолжился на Бульваре Победы. Здесь открыли новый фонтан. На мероприятии выступила группа «Иванушки Интернешнл». Завершился праздник салютом. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Исполняющая обязанности главы города представила отчет за 2018 год и ответила на вопросы депутатов. Больше всего их интересовала ситуация с муниципальным транспортом, ливневой канализацией и, конечно, городским освещением. Подробнее в сюжете Галины Кудряшовой. Город в полоску. Именно так называют рязанцы вечерние улицы. Вопрос зебристости городского освещения подняли депутаты фракции КПРФ на заседании Городской думы. Напомним, что энергосервисный контракт был заключен в 2014 году и был рассчитан на 84 месяца. Вы уже 5 лет не выженаем к владельцу безобразия. Экспертизы не раз подтверждали ощущения рязанцев. Прежде всего, водители машин, которые заявляли, что освещенность туриц стала намного хуже. Было бы сбежно уголовное дело, однако никто не привлечен к ответственности. Контракт достигает в апреле 2021 года. По словам исполняющей обязанности главы администрации Рязани Елены Сорокиной, экономия за счет энергоэффективных ламп все же была достигнута. Было ли получено качество или достигнуто качество, которого ожидали рязанцы? Не было. Рязанцы привыкли к теплому желтому свету, а получили холодный, синий, плохо освещающий дороги. Стоит отметить, что именно от качества освещения напрямую зависит безопасность пешеходов и водителей в вечернее время. Ситуация в городе крайне опасна. Во малом количестве пешеходов на темных улиц города, когда администрация города начнет принимать меры для повышения освещенности тех улиц и не только с интенсивным движением. Другим важным вопросом, который подняли депутаты фракции КПРФ, стало плачевное состояние ливневой канализации. В прошлом году было построено всего 40 погонных метров. Кто понесет наказание за подобные нарушения? И когда администрация города начнет обращать внимание на необходимые строительства и ремонта ливневой канализации в требовых объемах? Елена Сорокина отметила, что на ливневую канализацию денег в бюджете нет. На ее строительство требуется порядка 400 миллионов рублей. Уже готова проектно-смертная документация, но к работам так и не приступили. Следы фракции КПРФ не оставили без внимания и проблему муниципального транспорта. Но администрация должна была разработана представить депутатов проект консеркции развития городского общественного транспорта, предусматривающий в качестве одной из метров выхода из сложившегося вложения совершенствование маршрутной сети, так как действующая сеть имеет очевидный перевоз в пользовательских перевозчиков. Напомню, что в конце 2018 года автоколонна 1310 начала процедуру банкротства, а управление рязанского троллейбуса сработало в минус по итогам первого квартала текущего года. Однако концепции развития городского транспорта до сих пор нет, и сроки, необходимые для ее создания, назвать никто не может. Депутаты фракции КПРФ неоднократно поднимали этот вопрос с заседаниях Городской думы, ведь концепция может спасти муниципальное предприятие от гибели, а значит сохранить рабочие места и городской общественный транспорт. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сергея Карабасова, бывшего исполняющего обязанности главы города, задержали в аэропорту Внуково по делу о пропавшей детской площадке в лесопарке Рязани. Редакции телекомпании «Город» удалось связаться с адвокатом экс-чиновника, который рассказал о мере пресечения и предъявленных обвинениях. Можете сказать, вот сейчас в каком состоянии дело находится, где сейчас находится наш бывший глава города? Задержан, ВВС находится. Предположительно, завтра будет решаться вопрос о мере пресечения. Ну как, он вину признает? Нет, что ему инкриминирует? Инкриминирует мошенничество в особо крупного размере. Вину не признает. Центральная избирательная комиссия на заседании 13 июня предложила кандидатуру Алексея Просянникова на должность председателя избирательной комиссии Рязанской области. Теперь его кандидатуру должен утвердить обл. избирком. По словам Алексея Просянникова, заседание планируется провести в понедельник-вторник. Заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев, обращаясь к Просянникову, сказал, что не знает поздравить его или посочувствовать. Цитата. «Тяжелая работа, не маленький регион. У нас в следующем году большие выборы, и вам на эти выборы надо выходить в полный рост. И у нас есть надежда, что с этой непростой задачей вы справитесь». 10 июня Рязанская областная дума досрочно прекратила полномочия Алексея Просянникова как депутата. В этот же день распоряжением губернатора экс-чиновник был назначен членом избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса. Напомним, бывший председатель комиссии Владимир Грачев ушел с должности после финансовых нарушений. В Управлении Федеральной налоговой службы по Рязанской области прошла пресс-конференция на тему организации работы с владельцами налогооблагаемого имущества, не исполнившими обязанность по уплате налогов, а также о механизмах борьбы с теневой зарплатой и уклонением от уплаты НДФЛ, реализуемых в Рязанской области. Также здесь рассказали об информационно-просветительной акции под названием «В отпуск без долгов». В Управлении Федеральной налоговой службы по Рязанской области отмечают, что решение проблем легализации теневой заработной платы продолжает оставаться одной из приоритетных, самых актуальных и острых задач на сегодняшний день. При этом основным методом работы с налогоплательщиками, использующими серые схемы выплаты зарплаты, является их персональное заслушивание на заседаниях комиссий и рабочих групп различных уровней. Так, в 2018 году в рамках предотвращения несвоевременного перечисления НДФЛ налоговыми органами было заслушано 653 налоговых агента, работодателя на таких комиссиях. И из них 81% или 529 работодателя уплатили за должность в размере почти 48 миллионов рублей. В результате работы таких комиссий заработную плату повысили более 1200 работодателей. На пресс-конференции напомнили, что незаконное уклонение физических лиц от уплаты налога влечет за собой определенные последствия. Получив требования, гражданину придется оплатить не только сумму налога, но и пение рассчитанное, исходя из каждого дня просрочки уплаты налога. В отношении граждан, которые, несмотря на требования, по-прежнему не исполнили обязанности по уплате налогов, налоговыми инспекциями Рязанской области инициируется судебная процедура по взысканию за должность за счет имущества. Сведения о задолженностях не являются налоговой тайной. Данные содержатся в государственной информационной системе о государственных муниципальных платежах. Так что тем, кто заботится о своей репутации, лучше вовремя выполнить свои налоговые обязанности и не вынуждать налоговые органы применять меры по взысканию долга. Банк, например, или работодатель, который принимает к себе на работу, может без труда в интернет-ресурсах увидеть сведения о том, взыскивает свою задолженность приставами. На пресс-конференции рассказали об информационно-просветительской акции «В отпуск без долгов». Не все владельцы имущества вовремя исполняют свою обязанность по уплате налогов. И часто многие из них не знают, что они находятся в списке должников. Так, в этом году мы проводим кампанию под звучным названием «В отпуск без долгов». С июня по август текущего года все обратившиеся на прием налогоплательщики, независимо от того, за какую услугу они пришли в налоговую инспекцию, всем налогоплательщикам будет предложено проверить наличие или отсутствие задолженности по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц. Получить информацию о наличии и отсутствии задолженности по налогам возможно несколькими способами. Лично обратившись в налоговую инспекцию, предъявив паспорт или документ, удостоверяющий личность, или воспользовавшись интернет-сервисом Федеральной налоговой службы России. В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». День медицинского работника отметили сотрудники Рязанской областной клинической больницы. На торжественном мероприятии наградили более ста врачей и медицинских сестер. С профессионалами своего дела пообщалась Галина Кудряшова. Александр Преступа продолжает семейные традиции. Мама и старший брат врачи, поэтому с выбором профессии определился быстро. Теперь он главный гематолог Рязанской области, заведующий крупнейшим гематологическим отделением в Центральном федеральном округе. В подчинении Александра Преступа более 30 сотрудников, через заботливые руки которых ежегодно проходит более полутора тысяч пациентов. Приятно, когда ты управляешь таким серьезным заболеванием, как заболевание крови, потому что есть проблемы очень сложно решаемые, когда это удается. Для врачей нет большего счастья, чтобы пациент выжил, понимаете, чтобы он был здоров, чтобы он меньше обращался. Вот милосердие – это главное, что должно быть. Лучших сотрудников ВКБ наградили в День медицинского работника. На торжественном мероприятии благодарственные письма и ценные подарки получили более ста врачей и медицинских сестер. Среди них Марина Пружинина. Она работает в ВКБ с 1986 года. Где-то в год проходит больных 4 с лишним тысячи. В день бывает от 15 до 30 человек. Самое главное в работе – любовь к больному. Вот, ну, с моей точки зрения. То есть к больному относиться так, как ты относился бы к своему больному родственнику. ВКБ – это крупнейшая больница области. Сотрудники отмечают, что за годы работы значительно улучшились методы диагностики. А ряд самых современных препаратов посетители ВКБ могут получить бесплатно. Если раньше заболевание практически управлялось большим трудом в течение нескольких лет, пациенты переживают очень серьезно 10-летние и больше 15-летние рубежи, сохраняют амбулаторные режимы лечения. Есть курсы лечения, когда после терапии пациент не поступает в отделение, будучи в ремиссии по 5-6 лет. Раньше он должен был бы постоянно принимать препараты. Теперь достаточно, допустим, 6 курсов, чтобы была многолетняя ремиссия. Сложнейшие операции и новейшие методики в лечении самых разных заболеваний регулярно освещает редакция новостей телекомпании «Город». В День медицинского работника нам вручили благодарность за успешное сотрудничество, оперативность и объективность в освещении работы врачей. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». У рязанцев появилась возможность покупать продукты без добавок и ГМО в специализированном магазине «Вкусвилл». Большинство продуктов здесь от фермерских хозяйств, которые работают без нитратов и антибиотиков. Если вы ищете натуральные, экологически чистые продукты без химии, вам во «Вкусвилл». Молоко, кефир, йогурты, десерты, детское питание, мясная гастрономия, рыба, овощи. Здесь вы найдете товары на самый взыскательный вкус. В нашей продукции нет никаких химических добавок. Их нет ни тритонатрия, который подкрашивает в красивый цвет, нет фосфатов, влагозадерживающих препаратов. То есть наш покупатель платит за мясо, а не за воду по цене мяса. Ассортимент магазина очень широкий. Здесь более двух тысяч продуктов и никаких е-добавок. Усилителей, ароматизаторов, подсластителей, изгустителей. Только натуральные специи. На каждый из продуктов гарантия стопроцентная. На каждой упаковочке нашей продукции написано, вернем деньги, если вас не устроили вкус или качество нашей продукции. Без чека. Мы знаем свои продукты, без чека мы делаем возврат. Магазин «Вкус» вилл – находка для гурманов. Здесь многие продукты со вкусом из детства, как в деревне у бабушки или у хозяйки на кухне. Я сюда хожу за молоком, потому что мне оно нравится. Оно вкусное, как в деревне, похоже. Продукция свежая, интересная, которую не найдешь в других супермаркетах. Я сама из Москвы, я вкусовым давно пользуюсь. Сюда приехала к родителям, рада, что магазин открылся рядом с нами. Я обычно покупаю детский йогурт. Они вкусные и натуральные. Мне нравится магазин сам, хороший. «Вкус» вилл объединяет около тысячи магазинов по всей стране. В Рязани полезные и безопасные продукты продаются в магазине по адресу улица Театральная, дом 1. «Вкус» вилл работает с 9 утра до 10 вечера. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте «Город62.тв» и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова